Привет! Вы на канале AeroPortal. Одним из главных аспектов и главной сложностью в мировом авиастроении являются двигатели. На данный момент для нашего авиастроения и потенциальных самолётов это является чуть ли не главной головной болью. Сроки выпуска новых самолётов российского производства, таких как MS-21 и SG-100, во многом зависят именно от срока завершения процессов создания и сертификации отечественных двигателей – PD-14 и PD-8. Но в этом ролике речь пойдёт о двигателе, который достаточно редко упоминается в новостной авиационной повестке. Однако именно он является одним из главных ключей для выхода в свет Ил-96-400М, его выводы на гражданские перевозки и развитие отечественной дальнемагистральной авиации в целом. Это PD-35. Перед тем, как мы начнём, не забудьте подписаться на канал и на нашу группу в ВК. Это наш запасной аэродром с интересным контентом про авиацию. Ссылку вы найдёте в описании. А теперь пристегнителем небезопасности мы взлетаем. Итак, PD-35 – это российский турбовентиляторный двигатель, созданный для использования на пассажирских дальнемагистральных самолётах. Разработкой данного двигателя занимается холдинг «Объединённая двигателестроительная корпорация». PD-35 представляет собой мощный и современный двигатель, способный обеспечить более высокую тягу и экономичность по сравнению с предыдущими моделями. По сути, данный двигатель представляет собой улучшенную версию двигателя PD-14. Это подтверждает информация с сайта Ростеха. «Разработка и сертификация Объединённой двигателестроительной корпорации двигателя PD-14 для самолёта MS-21 стала основой для начала работ над более амбициозной программой – создание семейства двигателей большой тяги на базе газогенератора двигателя PD-35. В ходе производства предполагается специально для PD-35 масштабировать газогенератор, который используется в PD-14, с добавлением дополнительной ступени на выходе из компрессора высокого давления. Основные характеристики двигателя PD-35 следующие. Тяга около 35 тысяч кгс, диаметр вентилятора 3100 мм, длина около 8 метров, вес примерно 8 тонн. За счёт таких данных двигатель может использоваться на широком спектре современных широкофюзеляжных пассажирских лайнеров. Данный двигатель обещает быть более эффективным в использовании, что актуально в рамках стремления авиационной отрасли к повышению энергоэффективности. История этого проекта берёт своё начало в 2016 году. Тогда началась его разработка. Годом спустя проект был уже готов. По изначальному плану, в 2023 году должен был быть создан демонстратор. Процесс его разработки должен закончиться в 2025 году. И в 2028 году должно было начаться серийное производство. Но впоследствии данные сроки были изменены, в связи с перераспределением средств производства на такие двигатели, как PD-14, PD-8 и PS-90A. Об этом ещё в 2022 году сообщил управляющий директор, генеральный конструктор АО «ОДК Авиадвигатель». Цитата. «По PD-35 у нас были плановые сроки до 2027-2028 года. Сейчас, в связи со всеми событиями, сдвигаются на пару лет вправо. Потому что средства сейчас перераспределены на наращивание объёмов PD-14, PD-8 и PS-90A. Это вынужденная мера. Но ничего не прекращается». Конец цитаты. Планы на этот двигатель достаточно серьёзные. Его планируют использовать на таких самолётах, как Ил-96-400М, российско-китайском самолёте CR-929 и, возможно, на транспортном самолёте Ан-124. Из этих перечисленных самолётов приоритетным является Ил-96-400М, поскольку на данный момент это единственный перспективный отечественный проект широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Также данный самолёт планируют использовать и в специальном лётном отряде «Россия», в том числе для замены нынешнего президентского самолёта Ил-96-300. Сейчас на Ил-96-400М предполагается установка четырёх двигателей PS-90A1. Как я уже говорил в других роликах про Ил-96, с экономической точки зрения использование четырёх двигателей является менее выгодным, чем использование двух. Но если для правительственного флота это не проблема, то для авиакомпаний это серьёзный негативный фактор. То есть, замена четырёх двигателей PS-90A1 на два двигателя PD-35 сможет сделать Ил-96-400М более конкурентоспособным на рынке и даст реальную возможность использовать данный тип PS для выполнения гражданских полётов. Однако, как я уже упоминал ранее, сейчас приоритет отдан производству двигателей для MS-21 и SJ-100, а серийный выпуск PD-35 отложен на 2030 год, что вполне логично. В процентном соотношении дальнемагистральные самолёты в отечественных авиакомпаниях составляют всего около 10%. И в первую очередь необходимо решить вопрос именно с ближнемагистральными самолётами. Но слишком долго откладывать данный проект тоже нельзя, поскольку в России выполняется множество рейсов на большие расстояния, и потребность в дальнемагистральных самолётах тоже немаленькая. И в долгосрочной перспективе данные самолёты будут нужны отечественным авиаперевозчикам, а это как раз во многом зависит от двигателя строения и проекта PD-35. А вы как думаете, сможет ли данный проект увенчаться успехом и поднять Ил-96-400М на гражданские рейсы? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВК по ссылке в описании. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok